Как интересно, потому что такие грибы я всё время искала, но я их здесь знаю, что они есть. Но просто здесь народу больше, чем этих грибов. И они нам ещё не попадали здесь. Это мои самые-самые прелюбимые грибы. Рядовка серая. Ну, она рифлёная, она такая вот, петушки и курочки их называют. Вот они, вот они, мои любимые грибы. Наконец-то они мне попались случайно. Я нашла рядовки, эти дымки огромные, большие. Сашу снимала вместе с ними. А потом идём по дорожке гулять. А здесь растут эти петушки. За ними у нас охота. Ещё какая. У нас все бабушки, молодёжь. Все, кто знает эти грибы, уезжают в лес и их режут, режут, режут. Их просто потом нету. Вот. А сейчас мы их нашли. Рядовка. Их бывает иногда очень много. Они растут до самых-самых заморозков. Уже ледок, уже снежок. А они всё ещё растут. Я их очень люблю. И у них запах такой же самый, как у рядовки зеленушки, как у рядовки коричневой. Их два вида коричневых рядовок бывает. И как у голубиной рядовки. Но голубиная с привкусом немножко мяка всё-таки есть. Но такой запах у неё тоже чувствуется. Немножко вот этот вот. Именно вот душистый, как вот сухие духи такие бывают. Вкусные. Ну что, режем сколько есть. Вот она, рядовка. Я не собиралась тут их собирать вовсе, потому что их просто нет в природе в этом лесу. Народу больше, чем этих грибов. Вот оно. Её даже не видно. Вон она с полосочками даже. Вот. Рядом вместе с этими, вот то, что Саша нашёл. Вот она. У них ножка потом раз, кудрявливается. Вот какая. А вон тут? Не видно? Не видно. Гребники прячутся. Оксана и Илья Головец сказали, что у них таких грибов нет. Вот видите, они в такой почве. Где песок, где... Ну, сухо довольно-таки здесь. Во мху они бывают. У нас они всегда есть. В некоторых местах. В Комиссаро, если от Смоленска отъехать, там вообще хорошие места. Но это далековато от нас. А здесь километров 30 от Смоленска. Нормально. Но только я, как сказала, что их очень трудно найти. Ну что, всё? Больше нету пока? А мы потом во мху, там немножко дальше на дороге посмотрим. Вот петушок. Рядовка серая. Чисто серая, полосатенькая она. Такая вот. Она молоденькая вообще. С бугорочком как бы. Ну, конусом то есть. Не с бугорочком, но с конусом. А это ещё не варёные грибы. Это они ночью стояли в воде, потому что готовить некуда. Обычно приезжаешь вечером, водой заливаешь. Потом можно перебрать и залить водой. Ну вот, ножка у них кучерявится. Вот так вот. И на срезе иногда срезаешь. Гриб тоже. Иногда сразу видно, как она кучерявится ножка. А это маленький грибочек. Вот, всё. На нём и закончу.